Великая Отечественная война Ветераны, труженики тыла, представители общественных организаций, студенты У этого мероприятия есть свои традиции и каждый от мала до велика знает порядок действий Свеча памяти, которая посвящена 22 июня, дню началу Великой Отечественной войны Эти гвоздики будут вручаться гостям этого мероприятия Кому-то из них уже вручили свечи, которые будут зажигаться и преподноситься к памятнику В руках у каждого зажженная свеча Колонна прошла по корабельной набережной к мемориалу боевая слава Тихоокеанского флота У вечного огня возложили венки Первые лица города и края тоже здесь, как и представители духовенства После напутственных слов память героев почтили минутой молчания И, конечно, не обошлось без знаменитого объявления о начале войны голосом Юрия Борисовича Левитана Даже спустя десятки лет она все еще пробирает до дрожи Сегодня 22 июня, 4 часа утра Без объявления войны Германские войска напали на нашу страну Пожилые люди, принявшие участие в свече памяти, многое могут рассказать Как правило, это личные истории, трагедии семьи, потери родных и близких Отец мой погиб в этой войне Поэтому 22 июня, конечно, это день памяти Великой памяти всех погибших за нашу Родину Несмотря на жару и довольно продолжительный маршрут шествия Представители старшего поколения, дети войны, нашли в себе силы отдать дань памяти Некоторые до мельчайших деталей помнят 22 июня 1941 года Говорят, все произошло в прекрасный летний день Даже в пасмурных в июне в Владивостоке и Ленинграде тогда было солнечно и тепло Но взрослые вдруг стали такими тихими и задумчивыми Валерия Алексеевна в детстве пережила блокаду Ленинграда Она рассказывает Побежала на кухню, а там соседи мои все плачут и громко кричат Война, война Возвращается с выпускного вечера мой брат и сестра И дома узнают, что наступила война Такие дни забыть невозможно Есть память головы, а есть память сердца Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова